Как же ухаживать за первыми зубками? Во-первых, первый этап – это сразу после появления первого зубика протирать десенку и зубик марлевой повязкой или силиконовым напальчинком. Каким образом это делать? Ну, просто мама берет либо бинтик, либо марлечку, наматывает на пальчик и этим пальчиком протирает десенку и вот эту белую полосочку, только что прорезавшуюся от зубика. Это один вариант. И есть еще варианты, есть сейчас средства и получше. Это вот такой силиконовый напальчинк, как в зубной пасте BabyFriend. Выглядит он таким образом, она его одевает на ручку. Мы видим здесь мягкую силиконовую щеточку, которой мы протираем десенки, протираем зубик малыша. И с другой стороны мы видим массажные пупырышки, которыми мы можем провести массаж и облегчить состояние малыша, когда чешет десенки и немножечко почесать ему десенки. Опять же, как часто нужно делать и когда это нужно делать? Во-первых, минимум, минимальная рекомендация, это один раз в день именно вечером. То есть именно вечером перед сном мы протираем зубки малыша. А оптимальная чистота это два раза в день вечером, плюс еще добавляется утро. То есть утром и вечером протираем зубки. Далее, по мере того, как малыш растет, после щеточки напальчинка мы можем переходить к пошаговой системе обучения малыша чистки зубов. То есть вот таким образом она выглядит. Сначала эта щеточка опять-таки с силиконовыми такими пупырышками. Дальше это уже щеточка чуть-чуть побольше для малыша с ограничителем, чтобы он не попал себе глубоко в ротик. Ну и дальше уже щеточка более похожа на щеточку для старших деток. Важный момент и важный вопрос это касательно зубной пасты. Как, насколько сразу нужно пользоваться зубной пастой. Рекомендации стоматолога таковы, что при появлении первого зубика можно первое время использовать просто марлечку, либо щеточку напальчинка, либо использовать зубную пасту. Но это должна быть зубная паста. Для первых зубов эта паста должна быть в первую очередь безопасна для малыша. Почему? Потому что мы с вами понимаем, что маленький ребенок, он не умеет сплевывать пасту. Она, безусловно, попадет ему внутрь, он ее проглотит. Соответственно, требования к первым пастам малыша очень-очень и очень строгие. Фактически как продуктам питания, да? Потому что они попадают именно компоненты пасты внутрь организма. Ребеночек их глотает. Поэтому очень важно, когда мы выбираем первую пасту, должны быть пасты правильные с следующими критериями. Во-первых, первая паста рекомендуется все-таки без фтора. Почему? Мы с вами знаем, что фтора – это тот компонент, который оказывает защитное действие для эмали зуба, защищает от кариеса. Но, опять же, этот компонент не рекомендуется для попадания внутрь в большом количестве. Потому что избыток фтора для малышей гораздо опаснее, чем его небольшое количество. То есть, соответственно, первая паста без фтора, даже для деток до двух лет рекомендуется паста без фтора. А далее это может быть паста с небольшим содержанием фтора, около 500 пивен. Следующий критерий – это паста, не содержащая сахар. Мы понимаем, что сахар, сахароза – это тот компонент, который способствует появлению кариеса и разрушению зубов. Дальше важный момент – не содержащий триклозана. Что такое триклозан? Это тот компонент, который мы можем часто увидеть во взрослых пастах, в пастах для старших деток. Это антибактериальный компонент. С одной стороны, это и неплохо, но, опять-таки, при условии только местного воздействия. А если мы говорим о том, что есть риск попадания внутрь, с одной стороны, при проглатывании, а с другой стороны, при всасывании, при впитывании этого компонента одесенками у малыша, то, соответственно, этот компонент не рекомендуется иметь в составе пасты, первой пасты для малышей. Дальше. Следующий пункт – это должно быть отсутствие вот этих компонентов, которые называются SLS, либо лаурецульфат, либо SLS, лаурецульфат. Что это за компоненты? Эти вещества называют иначе пенообразователями. Они, как правило, входят в состав взрослых паст для малышей, взрослых паст для взрослых. А также эти вещества являются очень хорошими очистителями, и мы их можем увидеть в составе огромного количества моющих средств, стиральных порошков, шампуней и так далее. Да, они хорошо отмывают, они хорошо очищают, но ни в коем случае они не должны быть постоянными компонентами, средств, которые наносятся на кожу даже. Я уже не говорю про слизистую, я даже не говорю про пасты, про зубную пасту для малыша. Кстати говоря, если сравнивать эти два компонента, лаурецульфат и лаурецульфат, да, вот мы видим СЛС, лаурецульфат, это более опасный компонент, да, это то средство, которое оказывает достаточно сильное аллергическое воздействие на кожу и способствует возникновению чувствительности кожи, аллергической реакции кожи, и вплоть до того, что с ним даже сравнивают все другие вещества, потому что точно известно, что если средство содержит около 5% лаурецульфата, то это средство вызывает аллергию у подавляющего большинства людей. То есть, соответственно, лаурецульфат это более мощный детерген, лаурецульфат это считается более бережной, бережное воздействие, да, то есть если мы видим, например, в косметике, бережно очищает кожу и так далее, то скорее всего там содержится лаурецульфат, то есть это более безопасный компонент, но тем не менее, еще раз повторюсь, для наружных косметических средств. В зубной пасте малыша, которую он может проглотить, ни СЛС лаурецульфата, ни СЛИС лаурецульфата ни в коем случае быть не должно. На это мы с вами обращаем внимание. Без красителей, это понятно, да, средства, которые могут вызвать, опять-таки, аллергическую реакцию. Без парабенов. Что такое парабены? Иначе это консерванты, которые обеспечивают хранение пасты. Особенно то, что касается консервантов, парабенов, которые могут попасть внутрь, это те средства, которые указывают так называемый эстрогеноподобный эффект. То есть их действие на организм ребенка будет подобен воздействию женских половых гормонов. А это не нужно ни для мамы, ни для мальчиков, ни для девочек, да, лишние гормоны. То есть, соответственно, парабенов в составе пасты зубной для малышей быть не должно. Что должно быть и что рекомендуется? Вот эти эффекты, тот же антибактериальный, противовоспалительный и успокаивающий, оптимальны, если эти компоненты будут, эти воздействия будут оказаны растительными компонентами. К примеру, как в пасте Baby Friend, мы с вами можем прочитать в составе комплекс растительных экстрактов, гвоздика, пряная, хамамелис, кора коричника и мира оказывают как раз антибактериальное, тонизирующее, противовоспалительное и успокаивающее действие, защищают десны от воспаления и способствуют снижению болевых ощущений при прорезывании зубов. То есть эта паста еще частично оказывает эффект успокоения и обезболивания. Ну и экстракт ромашки может оказывать антибактериальный эффект. Вот это оптимальное воздействие благодаря растительным компонентам.